Продолжение следует... Первая, вторая, третья часть. И посмотреть всё, о чём я буду рассказывать, уже там досконально показывать не буду, чтобы не забанили. Погнали. Итак, вот такой вот персонаж, вот такие у него позы. Проблем именно с верхней частью, вот с этой... Так, я сейчас красный цвет поставлю. Вот с этой верхней частью проблем нет. Здесь полностью кости соответствуют, голова движется. Единственное, что... Вот вы видите, угол шеи почти нет. Чтобы Рик нормально себя вёл, нужно сделать персонажу шею. Позже я это всё дело покажу, как всё это дело я переделывал. Опять же, вы видите, насколько вытянута нога, и насколько вот это вот всё вот таким вот образом скукожено здесь. Если вот так вот сделать на персонажа и развернуть персонаж, то с задней части, с другого бока, будет совсем не очень красиво и не хорошо это дело выглядеть. Вот опять модель. Вот такой внешний вид. Вот как задрана нога. Вы видите, что ногу перекрывает нога шифу. Вот здесь. Потому что здесь у неё внешний вид тоже будет не очень красивый, хороший. Так, что ещё? Нога вытянута. Именно кости вытягиваются, если вот делать персонаж. И вы видите, насколько вытянута голова. Здесь вот тоже вот в дальнейшем я покажу, что и как с этим делом происходит. И внимание обращаем именно на живот. Вот на эту часть. Она постоянно меняется. И что с ней можно будет сделать. Я опять же покажу. И как всё это дело сделать, покажу дальше. Вот опять же поза. Всё прикольно. Здесь её не проблема сделать. Вот колено вытянуть. Вытянуть заднюю ногу. И поправить живот. Опять же смотрим, в каком положении живот. Живот вы видите, вот как полукругом сделанный. Овалом. Вот так вот. Установлен. Сзади именно перекручены кости. Ну, проблем опять же с рукой. Выставить её так нет. И это тоже нет. Голову повернуть проблем тоже не составит труда. Погнали смотреть дальше. Что тут имеем? Вот в такой позе сидит постоянно панда, потому что ноги у него ограничены в возможностях. Вы видите, что они просто притянуты именно к животу, к телу овалами. Вот так вот. Ну, и опять же верхняя часть опять не проблема. Смотрим внимание, обращаем вот на шею. Вот на эту часть. Вы видите, что шея приподнята. Ну, и опять же с лапами проблем не составит делать. Не так всё это дело сложно. И вот мы приближаемся к тому, как в кадрах всё это дело выглядит, да? Вы видите, что ноги спрятаны. Вот эта часть закрыта то ступеньками, то какими-то предметами. И работает именно у персонажа верхняя часть. Ну, вот до живота. Вот эта часть. И опять же смотрим, в каком положении шея. Она вытянутая. Здесь тоже проблем не составит сделать вот эту вот позу. Прикрепить её к ступенькам. Всё, он ползёт. Опять же смотрим, какой ракурс. Вот таким вот образом всё это дело делается. Ну, и вот опять же поза. Вы видите, что опять верхняя часть. Опять же шея приподнята. В принципе, она присутствует. На первой своей модели я сделал её без шеи. И покажу, как это всё выглядит. Так, нижняя часть вот эта до живота. Всё нормально работает. И вот опять же проблема ноги. Вот эта часть. Чтобы она красиво выглядела. Если делать анимацию, то где-то на кадре в десятом, ну, на пятнадцатом тоже, смотря какая поза, ноги начинают сбиваться и перекручиваться. Даже если добавляем направляющие вот эти косточки, как-то ещё ими можно регулировать. Но внешний вид очень становится неинтересным. Так, рассмотрим теперь у других персонажей. Это вот обезьяна. Вы видите, что у неё с ригом проблем не будет. У неё длинные ноги, длинные руки. Всё нормально здесь вот будет гнуться. Растягивать её можно, как вам угодно. И ноги вот именно скручивать, перекручивать, сгибать. Проблем опять же не составит. Вот у обезьяны именно больше возможностей движения. Рассмотрим опять же тигрицу. У тигрицы тоже длинные ноги. Проблем с позами, с движениями вообще не составит. И риг будет работать хорошо. Вот вы видите, что и руки согнутся, лапы и вытянутся ноги очень хорошо. Вот так вот выглядит персонаж. Ну вот опять же, более близко к человеческому телу. Риг будет нормально тут всё установлен. Всё будет работать хорошо. Можно делать любую позу, прыжок, изгиб, выкрутасы, всякие перекаты. Ну вот уже богомол. С богомолом тут тоже проблема. Он ограничен в позах, в движениях. Больше он летает, как-то где-то семенит. Как-то у него там что-то работает. Не очень много у него вариантов. Погнали смотреть дальше. Вот один вариант. Вы видите, что вот он в полёте, в прыжке. Можно здесь ограничить, остановить может удар, где-то что-то, отлететь. Ну опять же, вариантов мало. За змею, как это, уши или кто это, змея. У неё вообще вариантов в карате, в ушу и в других приёмах не ахти. Её рассматривать не будем. И вот опять же шифу. Вы видите, что он одетый, тоже весь уплотнённый и ограничен именно в движении одеждой. Даже в мультфильме показано, его движения очень ограничены. Делает мало движений, больше они спокойные такие, на одном месте. В прыжке там очень мало, он тоже задействован. И вот два персонажа. Это у нас получается шифу и получается панда. У них свой стиль. Дерутся они как-то, панда, больше перекатом, падениями, прыжками. Как-то телом наваливается. Шифу тоже ограничен именно вот в этих вот позах. У него, вы видите, что ноги перекрыты. Если вы сделаете рик, то ног, возможно, в каких-то позах даже не будет видно. Ну вот единственное, что обезьяна, тигрица более-менее лучше в этом плане. Ну а вот этот ужак, это вообще уже не каратист. И вот так вот выглядит именно в Миксама, если закинуть панду. Вы видите, что вверх Миксама еще кости как-то вставляет нормально. Все это дело работает. Но вот с ногами тоже у Миксама начинаются проблемы. Она их сжимает, скручивает, уплотняет. Словом, вот так вот гадко все выглядит. И вот опять же вы можете видеть, как это происходит в мультфильме. Третья часть. Вы видите, что ноги постоянно у панды именно закрыты. Как-то уходят вниз кадра. И стараются брать больше крупные планы. Вот эти вот, где руки, голова, живот. Смотрим дальше. Вот здесь опять же ног не видно. Стараются как-то на крупных планах, чтобы и барана дюжить там, не анимировать, наверное. Вот опять же ног не видно, ног не видно. И вот так вот происходит все в мультфильме. Там, где начинаются драки, вот вы видите, опять же крупные планы часто. Вот падение. Опять же ноги стараются не показывать. Это вот когда вы посмотрите мультфильм, вы все это дело увидите. Как он падает, как он движется. Вот. Вот этими культяпками, в принципе, вот жопа такая большая. Здесь сделать уже подъем красивый не получится. И вы видите, что в мультфильме он перекатывается на бок, и ноги уходят под него, и стараются показать его с другого плана. Вот пример. Ноги стараются опять же не показывать. Если на анимации делать вот этот ракурс, то нога будет красиво выглядеть, а дальняя нога уже с той стороны лучше его не показывать. Будет все ужасно. Ну, если что-то он делает, он делает это в основном погоня. У него идет то на тележках. Вот он на телеге догоняет волка. Вот таким образом, опять же, ноги стараются его не показывать, и работает только верхняя часть. Ну, и погнали теперь посмотрим именно модели с Mixamo, и посмотрим, как это все дело происходит, как доработать именно персонаж. Импортируем именно файл. Так, не Offs, а FBX. Импорт FBX. И сейчас посмотрим, что нам предлагает Mixamo. Сначала посмотрим, как прыгает через себя именно Panda. и вот эту всю анимацию. Вот таким вариантом вы видите, как изогнута нога. Руку именно уводит в голову. Mixamo по костям. Ну, и как происходит анимация, смотрим. Ну, так он на руке именно крутится. Ну, вот такой вот у него внешний вид. Вот эта модель, уже удлинены ноги у нее, и шея появилась. Сейчас покажу, как она выглядит. И вот, опять же, Mixamo закидывает кулак именно в рот, потому что модель нестандартная. Но ноги себя ведут уже лучше, потому что они стали длиннее. Смотрим на анимацию, как это все дело выглядит. Вот вы видите, что уже ноги могут отталкиваться, и вот их уже кости нормально себя ведут. Вот, если бы ноги были покороче, уже бы персонаж, нижняя часть уже его слепилась так, что уже было бы ужасно. И вот так все это дело здесь происходит. Поставим на паузу. Так, вот здесь вот. Вот вы видите, насколько изогнулись ноги, и как это все дело уже прикольно выглядит. А вот если теперь ноги были бы уменьшены, то это было бы где-то уже тут. Вот таким вот образом. И внешний вид уже вот этого не было, и было бы очень плохо выглядело бы это дело. Так, смотрим дальше. Следующая модель именно бег. Смотрим, что тут как происходит. А, даже не бег, это вот перевороты. Ну вот перевороты вы видите. Сейчас опять же покажу. Вот здесь еще ноги можно подкорректировать, если самому делать вот это падение. Кстати, в падениях и в других таких вот именно валяниях, перекатах, прыжках, именно модель ведет себя хорошо. Вот это дело можно подкорректировать и сделать более, ну, лучше, чем вот это вот Миксама предоставила вариант. Смотрим. Вот он пошел. Вот у него перекат. Вот эту ногу можно немножко сюда подтянуть. Вот эту вот ногу. Если делать такой перекат, то можно подтянуть немножко вот в эту сторону. А эту ногу можно немножко вот сюда вытянуть. Вот таким образом. И все будет нормально, будет смотреться красиво. Смотрим дальше. Перекат делается хорошо. И вот идет приземление. Вот опять же проблема. Вот эту ногу можно еще как-то подправить. Если самому делать, можно колено вытянуть вперед, вот эту вот косточку. А эту вот ногу вы видите, насколько надо было поджать. И гляньте, как она перекручивается. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, ногу можно спрятать на время. Вот эта нога, вот эта нога, она, в принципе, не важная. Главное сделать красивый вид. Ну, и опять же, шею это все дело тоже не проблема сделать. Смотрим дальше. И вот он встает. Вот у него начинается бег. Вот вы видите, уже ноги насколько сгруппировались, потому что они очень маленькие. Их можно, в принципе, костями вытянуть. Это будет тоже вариант неплохой. Сделать внешний вид можно. Ну, опять же, ракурс. Нужно постоянно подбирать ракурс, чтобы он именно красиво выглядел. Потому что, вот если с этого ракурса он еще более-менее как-то выглядит, вот таким вот образом. Вот и нога. Ее можно чуть-чуть ниже подтянуть, колено как-то вытянуть. То заднюю ногу, вот эту уже показывать в кадре. В кадре нежелательно бы было. Ну, а там вот опять же внимание на живот и внимание на шею. Вот такие вот казусы с пандой происходят. Следующий вариант вот опять же с удлиненными ногами, удлиненная шея. И вот вы видите, что с ним происходит. Более-менее он уже отталкивается, ноги видно. Вот где-то вот в этом варианте вот уже и подъем у него более-менее нормальный. И вот этот вид уже вы видите, как он встает, ноги уже видно. Ну, он очень хреново выглядит. Ну, а так вот все дело опять же в ногах и шорты вы видите, что шорты даже не мешают, потому что определено колено. А у него колено уже за штанами. И вот штаны вот это все дело сбивают. Смотрим еще какой есть вариант. Вот он прыгает. В принципе, если в Миксама брать, то вот эти вот позы можно уже использовать по кадровку на своем уже на своей модели. Вот такая штука происходит. И вот видите, все, что падает, ему подходит. И вот уже тут хорошо выглядит, более-менее нормально. Руку можно лапу оттянуть. Смотрим следующий вариант ступеньки. Рассмотрим вариант ходьба по ступенькам. Вот когда идет он к шифу, там они поднимаются, то в черепахе, куда-то по замку. Там очень много именно в мультфильме именно вот этих вот ступенек. и вот так все это дело происходит. Вот он пошел, ступенька, ступенька. Если самому делать подъем по ступенькам, вот этого косяка уже не будет, потому что модель это дело слушается и ведет себя нормально в беге, в ходьбе, в каких-то разворотах. Вот единственное, что приемы ушу, ноги уже не выдерживают. Ну и давайте добавим сюда ступеньки. добавить Mesh Cube вот таким вот образом S уменьшаем, ставим Transpose теперь все это дело уплотняем, S можно еще уменьшить, ну и подвигаем где-то вот сюда. Так, ставим на первый кадр и ставим ногу вот здесь будет становиться первая нога. Ну и таким образом ее поставим. Немножко вытянем. Вот так. Теперь смотрим, жмем Play, он наступает и вот здесь должна быть вторая нога. Это сделаем Shift D и вот так ступеньки маленькие. видите, что у него проступь маленькая шагает узко. и теперь опять Shift D Shift D и вот так вот можно сделать ступеньки. Теперь через Shift и левая кнопка мыши все это дело объединяем Ctrl J делаем один Мэш и немножко транспозом можно это все дело растянуть. Ну вот что-то в таком духе получается. Ну вот это тоже уже подъем сделать не проблема будет. Вот так все это дело выглядит. немножко можно еще даже ступеньки оттянуть. Вот так. Ну а нижнюю можно было чуть-чуть уплотнить. Она в асфальт влезет высокая слишком. Так смотрим. Ну вот уже подъем можно сделать. Ну а теперь давайте рассмотрим измененный именно рик. Так недавние файлы панда новая don't save смотрим. Итак вот измененная панда у нее появилась шея и у нее чуть-чуть стали длиннее ноги ну и в принципе больше как таковых изменений нет. живот остался тот же штаны именно это один меш. Вот это все дело это прикреплено полностью к панде. Так смотрим что еще сбоку тройка на нампаде вот более он вытянутый стал ноги чуть-чуть длиннее. Ну и давайте посмотрим что именно произошло в доработках костей. Так открываем восьмигранник вы видите сколько пришлось всего доставлять чтобы панда более-менее мог сделать приемы ушу или кунг фу это вот добавлены вот эти косточки которые вытягивают руку когда она находится вот в таком положении сейчас я вам покажу если мы начинаем изменять модель и жмем G вот так здесь перекручиваем вот такая штука получается и вот чтобы сделать нормальную вот такую позу нужно теперь вот появились вот эти косточки на тазе появились на позвонке косточки и вот эти косточки появились на локтях опять же появились вот эти косточки которые выкручивают колено чтобы его не потерять вот теперь следит колено за этой косточкой теперь можно более-менее ставить позу с расширенными ногами, чтобы колено более-менее было проявлено. Так, ну смотрим, что ещё. Вот поднимаем вот эту руку. Теперь можно перекрутить весь вот этот торс, это R. Косточка нам это помогает. Уже более интересно всё это дело, G. И R. Выкручиваем лапу. И вот вы видите, что как становится именно вот эта рука. Здесь вот её можно, конечно, ещё выкрутить. Вот таким образом. Но тут поможет нам вот эта косточка G. Мы её чуть-чуть вытягиваем и уже поправляем руку вот эту, как нам надо. Так, можем G её чуть-чуть вот так вот поддалить, чуть притянуть. Уже это более-менее радостно. Так, теперь вот эту вот руку G. Немножко вот так и немножко можно R перекрутить. И поставить всё это дело в приём. Так, не сильно вот так вот. Смотрим теперь голову. Вот эту косточку выбираем. И можно опять же R голову перекрутить. Вот за эту косточку теперь выбираем вот эту косточку. И вот эти локтевые кости приходится вот выбирать их вместе, чтобы теперь нажать G. И немножко вот посадить персонажа, чтобы он не так вытянутый был. Ну и немножко развернуть именно таз G. Так, Ctrl Z. R английская. Вот его теперь перекручиваем. Ну и теперь пошли ноги. Если мы ноги вытягиваем вот так вот G вперёд. Вот вы видите, она уже тянется нормально. Уже можно какие-то приёмы делать. Вот так уже поднимать. Перекручивать. Допустим, давайте вот так кверху её поднимем. И немножко R ступню надо тоже выкручивать. Вот так вот. Вот для этого нам нужна вот эта косточка. Она теперь показывает колено, где у нас. Так, вот эту ногу немножко уведём G вот сюда вот так. Ну и немножко с тазом поработаем. Так, вот эту косточку. Немножко G. Вот можно её кверху поднимать. Вы видите, что таз можно уводить. Ну, словом, корректировать. Ну, вот так вот всё это выглядит. Если надо сильнее вот это всё дело подтянуть, тянем смело. Всё будет выглядеть нормально. Так. Ну, и можно ещё рот ему открыть для прикола, для мимики. R. Выбираем косточку рта. Ну, и немножко глаза можно повернуть. Вот так вот. G. Нажимаем. И выкручиваем немножко глаза. Можно их чуть-чуть даже вниз. Вот так. Опять же, корректируем вот эту ногу. Жмём G. И выводим её чуть-чуть к животу поближе. Вот так. Вот вы видите, как натягиваются штаны. Ну, они себя уже ведут адекватно. Ну, и опять же, следим за животом. Живот – это опять же поворот таза. Вот так вот. Раз. И R. Чем больше поворачиваем, тем больше разворот именно на бедро идёт. И живот движется в эту сторону. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Так. Теперь ставим сетку. И вот такая вот неплохая, так сказать, поза. Уже RIG чуть-чуть более-менее адекватен. И вот так всё это дело выглядит. Так. Находим вот эту косточку. Низко опустилась нога. Её можно вот чуть-чуть ещё поднять. Вот. Вот теперь адекват. Ну, и вот такие вот пироги. Можно теперь с пандой делать что угодно. Можно её ронять, крутить, вертеть. Ноги, штаны работают в адеквате. Смотрим ещё на RIG восьмигранники. Вы видите, сколько тут всего. Это уже потом можно часть скрыть костей. Вот живот. На живот пришлось добавлять четыре косточки. Две вот эти косточки, вот эти, выходят на бёдра. И вот эти две косточки, вот эти. Они держат именно толщину живота. Также появились косточки вот под ребрами. Вот эти две. Они держат дистанцию ребер вот этой грудной клетки. Ну, и ещё две косточки появились. Они и были раньше, конечно. Ну, вот держат именно саму грудь. Чтобы она не сплюснулась. Вот здесь вот, когда лапы поднимаются. Так, что ещё появилось? Ну, в принципе, вот появились именно локтевые кости. И вот пришлось добавить именно вот эти коленные косточки. Чтобы следило колено за ними. Чтобы не терять колено в процессе анимации. Так, G. Вот вы видите, что вот её можно вводить. И эта кость, inverse kinematic, вот эта жёлтая, она именно следит за этой косточкой. Вот её можно вдаль вводить, вбок, крутить, выкручивать. Вот таким вот образом она работает. Ну, и теперь нужно что сделать? Вот эти косточки преобразовать там в круги, в сферы, в квадраты. Чтобы их не так много было. Чтобы они не отвлекали от работы именно от персонажа. Потому что их очень много. Очень-очень. Если их убрать спереди, то тогда вы их не увидите. А вот уже кубы, изменение костей, внешний вид. Всё это вы заметите. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok